МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными новостями. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируются, столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла, ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. В Гомельском областном центре народного творчества начала работу выставка эзотерических картин. Автор экспозиции под названием «Путь к себе. Краски моей души» Галина Олейникова. Художницей создана большая коллекция работ в смешанной технике с использованием различных графических материалов. На выставке будет интересно самому широкому кругу зрителей. Вход свободный, так что не упустите возможность прикоснуться к особому изобразительному направлению. В картины галереи Ващенко можно познакомиться с новым художественным проектом «Время перемен. Включение». Он организован совместно со школой Игоря Ягодкина «Ключ». Новый арт-проект реализуют в формате конкурса, участники которого могут ярче представить свое творчество. На выставке будет более 200 работ, созданных за минувшие два года. Гости галереи смогут отметить понравившиеся и проголосовать за них. Участие каждого посетителя станет вкладом в творческий процесс проекта. К слову, голосование также предоставляет право на участие в розыгрыше призов 1 июля. Выставка «Альтер-эго» продолжает работу в Музее истории города Гомеля. На ней портфолио топ-модели Катерины Дубицкой. Выставка собрана из 25 работ, 5 фотографов, с которыми чаще всего сотрудничала Катерина. На счету участницы многих проектов уже более 100 показов мод в Беларуси и за ее пределами. Модель представлена в самых разных образах, которые демонстрируют грани ее характера. Фотографы, с которыми работает Катерина, через разные ракурсы и авторские взгляды преподносят миру ее «Альтер-эго». Выставка организована по итогам одного из конкурсов красоты. Телеканал «Белорусский перегомель» представляет зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальном городке большое событие, приезжает цирк. Внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. За сердце виртуозной гимнастки борются два близнеца. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но вдруг работа вынуждает его согласиться на долгую командировку в другую страну. И в это время его брат-близнец решает не терять времени и выдает себя за брата. Но никто не догадывается, что их судьбы были связаны много лет назад. Смотрите продолжение в нашем эфире в 16.45. В 18.25 телезрители ждет сериал «Оса» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого сериала «След», а еще одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты-осы. Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку своих действий. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 30 минут. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. В водах на юге Италии огромная белая акула решила исследовать небольшую лодку. Агрессия она не проявляла, а лишь с интересом плавала вокруг. Но этого оказалось более чем достаточно, чтобы все люди на борту порядком испугались. Этой историей впоследствии поделились и в социальных сетях. Хозяин лодки написал, что купил ее совсем недавно, но, видимо, будет держаться от нее подальше. А кто-то из пользователей попытался его успокоить комментарием о том, что акула кружилась вокруг лодки, потому что она знает, что в воду часто падает еда и терпеливо ждала возможного лакомства. С аукциона в Лондоне продана картина Ивана Айвазовского «Неаполитанский залив». Покупатель отдал за нее почти 3 миллиона долларов. Картина стала топ-лотом онлайн-торгов. Оценочная стоимость полотна была превышена более чем в два раза. В Германии на продажу был выставлен уникальный белый грузовик с нависающей одноместной кабиной. Этот автомобиль был создан в 2012 году. Его внешний вид напоминает реактивный самолет или космический корабль. Одноместная кабина размещена над кузовом, в который возникает ощущение парения. Кабина оборудована сенсорными дисплеями, а в пассажирском салоне грузовика есть даже комната отдыха и кухня. Автомобиль может сам вырабатывать энергию с помощью встроенных солнечных панелей и ветрогенераторов. Правда, по дорогам общего пользования в таком авто ездить не разрешается. Ученые Японии решили приступить к разработке космического спутника, который будет уничтожать космический мусор. Дрифующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор будут ликвидировать с помощью лазера. Сообщается, что спутник будет воздействовать на мусор лазерным лучом и выбрасывать его в атмосферу для сгорания. Возможно, такая разработка отправится на орбиту уже через три года. Но состоится ли это, покажет время. В столице Вьетнама Ханое начал работу первым в мире золотой отель. Пятизвездочная гостиница с золотым покрытием деталей интерьера и экстерьера расположена в 25-этажном здании в самом центре города. В ней 342 номера, часть из которых с позолоченной мебелью, ваннами и декором. На строительство этого отеля ушло почти 10 лет. В штате Оклахома мужчина вытащил из озера веслоноса рекордных размеров. Когда рыба попала на крючок, попытки вытащить ее на берег не сразу увенчались успехом. Доставать из воды улов весом 65 килограмм пришлось всей семьей. По местным законам, этот вид рыб нужно отпускать обратно в воду в понедельник и пятницу. Но этому рыбаку повезло, он поймал веслоноса в субботу. Поэтому улов он смог оставить себе и зафиксировать достижение. Кстати, предыдущий рекорд штата принадлежит американцу, который в 2018-м поймал веслоноса весом около 60 килограмм. И в заключении немного о братьях наших меньших. Собаку неспроста окрестили другом человека. Ученые считают этих питомцев выгодными с точки зрения того, что они заставляют своих владельцев прогуливаться по свежему воздуху несколько раз в день. Эксперты составили рейтинг лучших пород, которые больше всего подходят для содержания в условиях квартиры. Начнем с пуделя. Эти собаки умны и легко находят общий язык с человеком. Бишон-фризе тоже отличается сообразительностью. Верность – не пустой звук для собак породы бассенджи. Однако стоит учитывать, что они очень ревнивы. А вот любвеобильности померанского шпица хватит на всех. Миниатюрные йорки общительны и любознательны. Они станут хорошей компанией для всех членов семьи. На соискание премии «Самые добрые собаки» с легкостью можно номинировать породу лабрадор-ретривер. Но при ее выборе понадобится учесть, что этим питомцам просто необходимы длительные и подвижные прогулки. И замыкает список такса. Эти собаки обожают детей и игрушки, так что тоже придется позаботиться об их развлечениях. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя только началась. Пусть она пройдет легко и спокойно. Желаю удачи и только хороших новостей.